Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас пятничная тема. Пятничная. Накануне выходных мы решили поговорить о том, как чувствуют себя танцевальные школы в России. Есть такой бизнес, и наверняка многие из вас знают об этом не понаслышке. И говорим мы сегодня об этом с моим гостем. Представляю его. Это Алексей Миндель. Совладелец и генеральный директор танцевальных клубов «Галла Дэнс» и вице-президент Национальной Ассоциации Клубов Школ и Студий Танца. Добрый вечер, Андрюш. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас я хочу сообщить или повторить то, что вы знаете, я надеюсь. Вы можете принять участие в нашей беседе, позвонив в студию по телефону 65 10 99 6, код Москвы 495. Также вы можете задать свои вопросы, зайдя на сайт компании финам.фм, либо просто поделиться собственными мнениями на этот счет. Ну и, может быть, рассказать какую-то историю из жизни. Я уверен, многие из вас, конечно, однажды обращались к услугам танцевальных школ. Зачем, кстати, Леш, приходят люди в танцевальную школу? Причин посетить танцевальную школу, на самом деле, очень много. И это не секрет. Как-то не парадоксально, в первую очередь, наверное, для того, чтобы научиться танцевать. Действительно, это парадоксально. Да. И в связи с тем, что и в Москве, и в России, и вообще в мире досуг и красивые мероприятия, где принято танцевать, становятся уже нормой жизни. Естественно, любой успешный человек особенно, в принципе, любой человек хочет чувствовать себя уверенно в этой ситуации и понимать, что он знает какие-то основы и танцевать. Это то, что называется social танец. То есть, все-таки, с твоей точки зрения, основная мотивация, да, люди приходят, она такая эстетическая все же эстетическая. Потому что есть же много других причин, да, почему люди... Безусловно, это я назвал первой причиной. Первой, ну и главной все-таки. И главной, да. Хотя, конечно, многие приходят в танцевальные школы и для того, чтобы заменить аэробную нагрузку фитнес-зала на танцы, что гораздо, может быть, легче и приятнее все-таки танцевать, особенно если удается это сделать в паре и в то же время поддерживать свою физическую форму. Большинство, абсолютное большинство людей приходят за эмоциями, потому что редко какой вид занятий дарит столько положительных эмоций, как танцы. Многие приходят познакомиться, найти вторую половину. Для кого-то это просто воплощение детской мечты, потому что, если мы говорим про танцевальные школы, вот, наверное, отличительной особенностью нынешнего времени или последних лет тенденцией стало то, что открывается много танцевальных школ именно для взрослых. В моем детстве танцевальные школы для взрослых была одна на заводе имени Лихачева, Бруна Белоусова, который, кстати, до сих пор существует. Все остальное это было в основном рассчитано на детей. Сейчас много школ для взрослых. Ну и, кроме того, молодежь сейчас, следуя модным тенденциям, которые в том числе навязываются и музыкальными каналами, и глянцевыми журналами, хотят быть похожими на Бьонс, хотят танцевать как Тимберлейк, и поэтому ходят на современное направление танцев и занимаются современными танцами. Да, в этом смысле есть огромный выбор, да, то есть мы, абсолютно верно, ты вспомнил, да, во время нашей молодости, ну, ребенок мог посетить танцевальный кружок. В Доме пионеров. В Доме пионеров. И то, наверное, да, я не профессионал, наверняка не такой разнообразный репертуар ему предлагался. Ну, конечно, там не было западных стилей танца, там были либо бальные танцы, либо народные. То есть такой классический вариант, да, вот, и действительно взрослому человеку было заняться танцами проблематично, а сейчас это так. Ну, давайте с точки зрения бизнеса, все-таки ты, прежде всего, бизнесмен, вот такое утверждение я произнесу, если оно неверно стоит, поправь меня. Чтобы регрессовать школу танцев, не обязательно быть танцором. Не каждому танцору быть бизнесменом, и не каждому предпринимателю быть танцором. Ну, часто встречается, что счастливые совпадения. Верно, верно, сто процентов. Сто процентов. Ну, вот, два слова о себе, пожалуйста. Я так понимаю, у тебя есть опыт. У меня есть, да, такой танцевальный бэкграунд, можно сказать, но я достаточно рано по современным меркам закончил танцевать. Мне было 18 лет, когда я понял, что... Ты каким танцем занимался? Бальной международной программой, латиноамериканским, европейским, когда я понял, что чемпионом мне не стать, а хотелось быть лучшим обязательно в чем-то... Ну, то есть ты максималист с этой точки зрения. Да, это так. Я попытался найти себя в чем-то другом и понял, что танцы мне очень нравились и нравятся до сих пор. Это действительно то, чему посвящена большая часть... Потом, опять мы говорим о бизнесе, и надо здесь, наверное, подчеркнуть, что ты профессионал, да, в этом деле. Да, я в определенном смысле точно совершенно профессионал. Я знаю, как... Изнутри, да? Изнутри, да, изнутри. Да, изнутри знаю. Я не танцевал на высоком международном уровне, но, тем не менее, основные вещи про танцы я могу рассказать. Но уже в 19 лет я понял, что мое будущее связано с танцами, но не будучи танцором на паркете, а все-таки занимаясь какой-то организаторской деятельностью. Ну, то есть, вот ты для себя, да, когда организовывалась вот вся эта история, которая сейчас в сеть вылилась, да, такой достаточно большой, то есть ты понимал, да, что ты свою жизнь будешь связывать именно с танцем. Ты не будешь сам непосредственно на паркете, как ты говоришь. Ну, по крайней мере, другие предложения, которые у меня на тот момент поступали, я почему-то выбирал все равно вот именно работу с танцевальным коллективом, продюсирование танцевальных конкурсов, которыми тогда активно занимался. И вот в этом направлении решил. Я понял. Хорошо. Тогда давай вот с этой точки зрения посмотрим. Ты как профессионал, расскажи, пожалуйста, затевая подобную историю, затевая подобный бизнес, на что прежде всего надо все-таки посмотреть? Ну, есть, наверное, какие-то технические моменты, как аренда помещения, да, там, какое-то его внутреннее обустройство и так далее. Там подбор персонала, наверное, тоже очень важно. Чувствуется, что вы много программ по бизнесу ведете, вы основные вещи уже практически перечислили. Ну, тем не менее, это бизнес, да, прежде всего. Вот я считаю, что если бы вы меня сейчас попросили дать вот какое-то такое, в двух предложениях рассказать, что нужно сделать или о чем нужно подумать перед тем, как начать открывать танцевальную школу, я бы сказал, наверное, что впервые, в первую очередь нужно думать о танцевальной школе как о бизнесе, потому что мы вот с моим бизнес-партнером, с Ольгой Панченко, года четыре назад заказали специальное исследование рынка для того, чтобы понимать, где мы находимся, в какой стадии находится движение вокруг нас. Мы, не вы с Ольгой, да, а мы это бизнес в России. Мы с Ольгой, потому что мы понимали, что наша компания на тот момент лидера, мы сейчас пытаемся сохранить это лидерство, и, безусловно, мы хотели, в общем-то, понять, что происходит вокруг нас. Вот, и мы с Ольгой по собственной инициативе заказали это маркетинговое исследование, и к нашему большому удивлению, та компания, которая проводила исследование, пришла, и отчет об исследовании начинался такой фразой, что рынок исследований танцевального рынка показал, что рынка нет. Забавно. Да, мы говорим, а как же, так сказать, вот, откройте интернет, миллион школ, огромные школы, более того, у меня в книжке есть записной 10-20 школ, и выяснилось, что, почему маркетинговые исследования, вот, маркетологи объяснили, что рынка нет, что, в отличие от нас, мы с самого начала понимали, что это бизнес, а это бизнес в сфере обслуживания. Большинство, 93% на тот момент танцевальных школ, руководители танцевальных школ не воспринимали свою школу как бизнес. Это было, они называли что угодно, что они занимаются самовыражением, творческой реализацией, развитием талантов населения, но при этом никто не произносил слово бизнес. При этом, при всем, все брали деньги, причем цены были даже иногда... Ну, на уровне, по крайней мере, того, что вы понимали. Да, на уровне хороших историй. Поэтому, действительно, у большинства, и на сегодняшний день, потому что Ольга вот возглавила... Мы как раз после этого решили создать ассоциацию для того, чтобы все-таки те танцевальные школы, которые хотят развиваться и развиваться правильно, именно как бизнес, мы были вместе, могли обмениваться опытом, какими-то знаниями. И Ольга возглавила ассоциацию, она стала президентом национальной ассоциации. Уже после этого мы проводили множество совместных круглых столов, семинаров и так далее. И даже сейчас мы понимаем, что многие, несмотря на то, что уже 2012 год, и школ действительно много, и уже вал достаточно большой все собирают, все равно многие считают, что это делается для удовольствия. И возвращаясь к началу нашего разговора, многие танцоры считают, что это просто средство для них заработать деньги на собственную танцевальную карьеру. — Такое тоже возможно. — Такое тоже возможно, да. То есть они рассматривают тех людей, которые к ним приходят, делясь с ними своими знаниями, своим опытом. И часто это очень хорошие танцоры, действительно. Для них это все равно не оказание услуг, в первую очередь, а возможность развиваться самостоятельно. То есть для них школа — это возможность развиваться дальше самому как профессионалу, собирать деньги для того, чтобы вкладывать в собственное образование танцевальное. — Вот с этой точки зрения у меня сразу вопрос возникает, а хорошо это или плохо, ну, именно, ну, даже не столько для бизнеса, а сколько вообще для отношения к тому, кто к тебе приходит. Ну, если в какой-то степени получается, что я использую, да, тех людей, которые приходят, не ставлю задачи какие-то, вот, которые направлены на то, чтобы научить их. — Вы знаете, у нас вот всегда очень честная позиция. Вот одна из ценностей компании нашей «Галла Дэнс» — честность и открытость и по отношению к клиентам, и по отношению к сотрудникам. — Юж, спасибо. Мы сейчас слушаем новости на «Финам.ФМ», потом продолжим. — Итак, друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Тема программы «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ», «Танцевальные школы России». В гостях Алексей Миндельс, владелец и генеральный директор танцевальных клубов «Галла Дэнс», вице-президент Национальной ассоциации клубов школ и студий танца. — Итак, мы прервались перед новостями. Разговором о том, чем мотивированы те, кто создают этот бизнес, как они к этому относятся. Вот Леша даже привлек для этого маркетологов, чтобы понять, что, оказывается, рынка-то в России не было. Ну, на тот момент. — На тот момент, да. — На тот момент. — На тот момент. При этом у него нет особенных требований к комфорту или к тому, чтобы он был, чтобы преподаватель, который дает ему уроки, в первую очередь думал о его потребностях, о его развитии, а не о своем собственном. И он на это соглашается и платит. Это его выбор. И мы в данном случае, вот говоря о ценностях компании, на чем мы закончили нашу первую часть, что одна из наших основных ценностей в компании «Галла Дэнс» — это открытость, честность и справедливость, искренность. Так вот, здесь мы всегда честно говорим. Мы действительно говорим, что да, для нас это танцевальный бизнес, мы оказываем услуги, услуги эти стоят денег, но при этом мы всегда оставляем за нашими членами клуба право выбора, и они сами принимают решения. — Ну, это нормально. — Это нормально. И в таком случае, если можно, давай вот о чем поговорим. Люди, которые приходят танцевать, учиться танцевать, они какие задачи перед собой ставят? — Самые разные. Кто-то хочет действительно научиться танцевать практически на профессиональном уровне, для этого есть целая система конкурсов, они выезжают за рубеж. Среди наших членов клуба очень много студентов, как мы называем их, которые побеждают на международных конкурсах. — То есть, обучение, ну, в частности, в ваших школах, да, или в принципе, мы говорим сейчас об этом бизнесе, обучение в подобного рода школах, оно может привести на олимп, что называется? — Совершенно верно. Более того, у нас даже есть случаи, когда наши студенты становились профессионалами, начинали выступать профессионально на профессиональных турнирах, или даже преподавать танцы в других заведениях, но такие примеры есть. А для кого-то это просто, как я уже говорил, возможность получить эмоции, общение, какую-то новую физическую форму поддержать, подчеркнуть свой статус на красивом приеме, показать, что он умеет танцевать. В Европе это считается обязательным элементом образования, поэтому человек, занимающий определенное положение, обязан уметь танцевать. И, соответственно, наши бизнесмены, которые начинают выезжать, тоже за этим, для них это тоже уже становится важно. Так что цели совершенно разные, и вот нам удалось в наших клубах практически на любую потребность человеку, который приходит в танцевальную школу, найти тот или иной продукт, тот или иной формат занятий. Для кого-то это конкурсы, для кого-то это просто вечеринки еженедельные, куда можно прийти с друзьями, для кого-то это балы, на которые можно подготовить шоу-номер и выступить. И, в общем-то, остальные игроки этого рынка сейчас тоже следуют вот этой тенденции, тоже проводят и мероприятия. Вот, кстати, очень хорошо ты заговорил о тенденциях. Давай, если можно, поподробнее. Тенденции, ну, сначала с точки зрения того, что наиболее востребовано. Ну, то есть, понятно, что есть разные жанры. О целях мы поговорили, хотя, наверное, тут тоже есть некое пересечение. То есть, если я хочу разучить вальс, да, тур вальса, что называется, да, очень может быть, что мне это необходимо для какого-то конкретного мероприятия, где вот предполагается некое, да, вот такое общение. Либо ты говорил, да, сегменты молодежи, которые хочут быть современной, да, она учит специальные танцы, чтобы потом на собственных тусовках уже не просто стоять... Да, не просто стоять по сторонам и смотреть с завистью, а уже выделывать некие коленца. Вот, каковы тенденции с этой точки зрения? Если говорить про направления, которые сейчас популярны или стали популярны в последнее время, ну, клубом Галла Дэнс в феврале 2013 года будет уже 12 лет, поэтому достаточно долго. Да, серьезно. Я правильно, вот, извини, перебью тебя, я правильно понимаю, что все-таки особой конкуренции вы не испытываете? Ну, я бы не сказал, что мы не испытываем конкуренции, безусловно, конкуренция есть и... Ну, вот эти, ну, так мягко говоря, непрофессиональные школы танцев, ну, о которых мы говорили, она все-таки не... Понятно, что она оттягивает, наверное, да, какое-то количество... Конечно, конечно. ...на себя, но... Ну, я не могу сказать, что мы не видим конкуренции, или ее не чувствуем, или предполагаем, что такого быть не может в любой сфере обслуживания, не может быть единственной компанией. И более того, нам даже это хорошо, когда есть конкуренция. Нет, безусловно, сама конкуренция – это плюс для бизнеса. Просто некоторое время назад, когда вот, потому что о маркетинге ты приговорил, не было рынков в принципе, да, и конкурентной... Да, согласен с этим, да. Когда мы начинали, наверное, мы были в этом смысле пионерами, потому что, например, многие мои друзья, когда я им рассказывал там свои идеи, или когда мы с Ольгой Панченковой приходили на какие-то светские мероприятия и рассказывали про то, чем мы занимаемся в принципе, и подруги Ольги и мои друзья, они на нас смотрели и думали, что мы, наверное, сошли с ума, потому что... На инопланетян. Да, кому это было нужно. И, ну, с другой стороны, я думаю, что, наверное, пионеры фитнес-движения, которые приезжали и рассказывали, что это огромный целый вообще бизнес, что это... Они видели такие же взгляды. Да, они видели такие же взгляды. И поэтому сейчас, конечно, отношение изменилось, и действительно много уже школ открылось, в том числе и наши бывшие сотрудники, или наши бывшие клиенты открыли. И если говорить про то, как мы себя чувствуем, конечно, мы все равно себя чувствуем лидерами рынка, и вся наша команда, а у нас очень талантливая команда топ-менеджеров. С этим вообще, я считаю, нам очень повезло, потому что это все люди, которые поверили в самом начале в компанию и начинали с рядовых позиций с линейных, и сейчас стоят в собственного руля и определяют политику, и ежедневно занимаются тем, чтобы всем нашим гостям было хорошо и радостно. Вот мы себя чувствуем достаточно уверенно, потому что мы понимаем, что мы на сегодняшний день, мы формируем тенденции, и те, кто находится вокруг нас, они, скорее всего, повторяют то, что мы сделали когда-то. Вот именно поэтому я и заговорил о некой конкуренции. Так вот, каковы эти тенденции, которые в конечном итоге вы и формируете? Ну, во-первых, сейчас стало очевидно всем, и мы это видим по деятельности наших коллег, что без проведения каких-то мероприятий не бывает обучения танцев. О чем речь? Речь идет о том, что долгое время и, в принципе, и сейчас конкурентным преимуществом компании Галаденс являются не только уроки танцев с профессиональными преподавателями и в хороших, комфортабельных залах, но и еженедельные регулярные мероприятия, вечеринки, балы, приемы светские, танцевальные ужины. То есть это некий промоушен такой получается, дополнительный. Это как раз то, для чего люди к нам и приходят заниматься, танцевать, что они могут не просто брать уроки и танцевать, а еще прийти где-то это показать, причем... То есть получается некие специализированные вечеринки, да? То есть, условно говоря, там конкурсы вы проводите. И конкурсы, они разноформатные, но факт тот, что это все члены клуба, что это, так сказать, люди, знакомые друг с другом, это приятное общество. Чужие к вам не ходят? Они приходят, приводят друзей. Кто-то, опасаясь прийти первый раз на урок танца, сначала приходит на мероприятие, посмотреть, что это, как это, потом принимает решение для себя оставаться или нет. Так вот, наши коллеги тоже сейчас, мы смотрим, проводят различного рода такие мероприятия. Это тенденция, то, что такие мероприятия становятся частью процесса обучения. Кстати, очень интересно, Леша, а вы, вот это ваше ноу-хау, или все-таки вы это где-то позаимствовали? Ну, на Западе, например? В таком формате, как мы это начали делать, это не делал никто. И это даже наши иностранные коллеги, с которыми, естественно, плотно общаемся, приезжают, они это отмечают. Но, в принципе, в танцевальных школах в Америке проводится, у них это называется такая, скорее, практика, когда все студенты собираются, со своими учителями танцуют, ну, и там есть какой-то легкий, скажем, фуршет. Ну, то есть после некого обучения, да, вот такой выпускной балл. Итоговый, да, и это происходит каждую неделю. Ну, это нормально. Вот, ну, мы это сделали именно в формате таких, знаете, московских, светских вечеринок. Это костюмировано все, да? Не обязательно, нет. Чаще всего у нас еженедельные вечеринки, все одеты достаточно удобно. Свободно. Хотя многие стараются, конечно, выглядеть нарядно в этот вечер. Вот, но это бар обязательно, это красивая музыка, это все наши преподаватели тоже готовые к этой вечеринке. И где-то до 12 часов это танцы, очень здорово. И многие члены клуба начали свою жизнь клубную как раз именно с того, что кто-то из друзей пригласил их на такое мероприятие. И после этого они уже делают выбор, да, позаниматься, чтобы не у стеночки стоять. Вернемся к тенденциям. Тенденция в точке зрения жанров все-таки. Что наиболее востребован? Безусловно, я считаю, что в последние, вот, там, может быть, несколько лет абсолютный лидер, такой взрыв, можно сказать, это аргентинская танго. А с чем это связано, как думаешь? Ну, мне кажется, наши дамы и нашли что-то в этом танце, такой вот, сродни, такому, знаете, душе, вот, очень, вот, танец очень, внешне смотришь, но не понимаешь, где там вообще история, где что, но, как знающие люди рассказывают, что все внутри происходит, и вот, действительно, огромное количество. Ну, то есть это метущаяся русская душа, вот, отсюда, может быть? Возможно. Вот, но множество наших членов клуба и огромное количество преподавателей специально посещали фестивали для того, чтобы научиться этому танцу на высоком уровне, и преподают. А вот, кстати, я подумал, а какая взаимосвязь здесь, ну, я имею в виду, прямая или обратная корреляция, я говорю о том, что мне достаточно часто попадается реклама, какие-то тоже предложения, связанные с тем, что зарубежные, да, специалисты танца приезжают сюда и показывают и прежде всего аргентинский танк, ну, и другие не менее зажигатели танца типа фламенко и что-то другое. Вот это откуда берется? Либо это востребовано, и поэтому они сюда едут, здесь это востребовано, либо они просто таким образом, некая пропаганда идет. Здесь, знаете, как вот с эстрадным певцом, да, есть продюсер, он видит что-то такое в певце, да, он его начинает немножко подкручивать, раскручивать, и все начинают любить этого певца. А вот здесь то же самое. Мы когда почувствовали, что есть интерес к аргентинскому танго, мы пригласили на работу Диего Аресага, у нас такой был преподаватель из Аргентины, который начал вот со всей присущей аргентинцам страстью к этому направлению это вести, заразил своей любовью наших преподавателей, которые в свою очередь уже вылили всю свою любовь на наших... в хорошем смысле слова, да, студентам. И вот сейчас мы видим по нашим мероприятиям, что очень много любителей аргентинского танка. Леша, еще послушаем новости, потом продолжаем наш разговор. В гостях сегодня Алексей Миндельс, владелец генеральный директор танцевальных клубов Галла Дэнс, вице-президент национальной ассоциации клубов, школ и студий танца. Мы обсуждаем бизнес танцевальных школ в России. И Леша начал рассказывать о том, какие жанры танцевальные наиболее востребованы сейчас в России. Да, возвращаемся. Ну вот с аргентинским танго все вроде бы понятно. Наверное, очень сейчас можно тоже сказать, что определенный всплеск популярности испытывают танцы карибского бассейна, сальса, бачата, меренга. Может быть, это связано с тем, что многие стали ездить. И мы в прошлом январе, у нас был очень удачный данс-фан-тур. Это один, кстати, из видов нашего продукта, когда любители танца, члены клуба с членами своих семей, мы едем в какую-то страну или это круиз танцевальный и совмещаем отдых с уроками танца, с носителями. Здорово. И вот там было очень много уроков с преподавателями Академии танца Кубы национальной, которые сальсу танцевали. В этом году мы повторяем этот опыт тоже. У нас едет группа на Кубу. Ну это должно быть востребовано, мне так кажется. Да, конечно, это интересно. Я, знаешь, сейчас о чем подумал, извини, пожалуйста, забегая, может быть, вперед, но через какое-то время, может быть, даже непродолжительно, вы с Ольгой сядете так рядышком и подумаем, давай мы сейчас с тобой туристическое бюро какое-нибудь создадим, туристическое агентство, у нас будет некий экзотический вид туризма, и он наверняка будет востребован. Это востребовано, у нас, слава богу, есть хороший партнер туристический, Ирина Крюкова, это один из основателей компании «Роза ветров», которая практически, наверное, с первого, второго, ну, наверное, она очень давно у нас член клуба, и поэтому у нас проблем нет, и мы придерживаемся здесь с Ольгой принципа, помните, как в анекдоте, я продаю семечки, а банк дает деньги. Да, 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 и мы не пересекаемся. Да, поэтому лучше пусть профессионалы этим занимаются, мы все-таки стараемся... Ну, это правильно, но тем не менее, смотри, я представляю, да, если, тем более, Ира, да, Ира ее зовут? Да, Ирина. Ирина, она была членом клуба какое-то время. Слава богу, она еще есть. Да, ну, слава богу. Ну, тем не менее, началось с того, что она сначала, да, была, значит, членом клуба и училась танцевать, а потом, научившись, подумала вдруг, а давайте мы вот такую еще историю предложим. Ну, компания, которая, Ирина, является одним из руководителей, она уже давно существует на рынке, то есть, скорее всего, они просто из различных предложений мы выбрали их как таких крупных операторов, которые гарантируют, все-таки у нас достаточно взыскательные члены клуба, и поэтому мы стараемся использовать в нашей работе лучших поставщиков. Ну, правильно, не ударить глязь лицом, конечно. Вот, и если возвращаться все-таки к популярным направлениям, то это аргентинская танго, танцы Карибского бассейна, и вот последний наш такой тоже яркий, наверное, вброс сюда в Россию, это фитнес, танцевальная фитнес-программа «Зумба». Это не совсем танец, это все-таки фитнес-программа, но поскольку в ней очень много латиноамериканских танцев, мы вот решили, что тоже можем создать такой тренд в России, и в мае месяце провели такую неофициальную презентацию этой программы в отеле «Риц», сделали такой «Зумба-фитнес-парти» для звезд с Андреем Малаховым, было множество звезд, и действительно сейчас я могу сказать, что если рассматривать групповые уроки, наверное, групповые уроки «Зумба» сейчас самые популярные. Я тебе хочу сказать, что в этом случае уже в линейку ближайших конкурентов попадают и фитнес-центры уже. Начинаешь окучивать уже их огород. Дело в том, что, еще раз хочу сделать вам комплимент как-то такому бизнес-аналитику, действительно, если говорить про конкуренцию, то, скорее всего, конкуренция нам – это не отдельные преподаватели или отдельные… Ну, они просто мелковаты. Школы, а именно фитнес-клубы, потому что по большому счету… Сетевые, да, сетевые, крупные. Сетевые, да, во-первых, у них у всех есть уроки танцев, во-вторых, и мы это обсуждали на заседаниях неоднократно нашей ассоциации, что по большому счету в настоящее время конкурируют не школы между собой, а мы конкурируем все вместе за свободное время нашего клиента. Да, согласен. То есть что он выберет – занятие танцами или занятие фитнесом или занятие теннисом? И, наверное, логично, ну, опять вот, с точки зрения, да, такой бизнес-модели, наверное, было бы «союз или» убрать, то есть вот, я так понимаю, да, в идеале это должно быть выглядеть так, да, что он выглядит, что выбирает клиент, да, или это, или это, а давай так мы сделаем, мы «союз или» убираем, и он приходит к нам, он может сделать и это, и это, и это, и это будет… Это такая, знаете, я бы сказал, это не идеальная, а несколько утопическая модель, потому что вот, позвольте мне задать вам вопрос, как вы себе представляете танцевальную школу? Ну, давай, я не буду интриговать, я, честно говоря, посещал какое-то время назад танцевальную школу, но это было непродолжительно, это как раз, наверное, вот был опыт такой, о котором мы говорили в самом начале, опыт неудачный, это было не совсем профессиональный, но мне так показалось, это было так скучновато, и, в общем, быстренько я оттуда ретировался. Ну, как я ее представляю, это некое помещение, ну, желательно оборудованное, что, собственно, нужно для танцевальной школы? Хороший пол, да, паркет, как профессионалы называют, ну, может быть, ряд зеркал на стенах, да, это нужна музыка и нужен человек, который может, так сказать, какие-то… Ну, я согласен, вы сейчас описали такое вот ваше ожидание, связанное с танцевальной школой, да, но наш опыт показывает о том, что когда мы даже по телефону наши менеджеры консультируют потенциальных членов клуба, скажем так, да, и приглашают их приехать к нам, они наталкиваются всегда на возражение, о чем мне к вам ехать, я, ну, понимаю, что у вас в танцевальной школе. И по нашим стандартам, по нашим правилам, менеджер не продает карту по телефону, мы не называем цены по телефону, мы всегда приглашаем гостя к нам в клуб, потому что все-таки то, что он видит в гала-дэнс, сильно отличается от типичного представления. От того, что я вот, например, произнес, да. И тогда понятно, почему там наша цена чуть выше рыночной, почему, скажем, у нас клубные карты, а не оплата урока по-разному. Ну, хорошо, не интригует, а что он увидел? Приехал и что он увидел там? Ну, прежде всего он увидел абсолютно профессиональных, улыбающихся администраторов и менеджеров. Ну, соглашусь, это да, это бывает не так часто, но бывает. Он увидел живые цветы, он увидел чисто, идеальную чистоту в помещениях. Он увидел таких же приятных людей, он увидел барменов с хорошим кофе, с хорошим запахом в баре. Он увидел то, о чем вы говорили, профессиональный зал с зеркалами, с профессиональным звуком. Но, понимаете, я, при том, что мы абсолютно уверены в том, что ожидания наших гостей, и это показывает наше исследование, в том числе и тайных покупателей, относительно уровня комфорта на 99% удовлетворены, я считаю, что все равно основной наш конкурентный, скажем, козырь – это наши сотрудники. Потому что таких позитивных, таких профессиональных сотрудников, которые готовы услышать и заняться вашими потребностями, и сделать так, чтобы ваше настроение от посещения танцевального клуба «Галдэнс» улучшилось, вы не найдете нигде. Хорошо. Это тоже вечная тема, и опять здесь, наверное, мы никаких открытий не сделаем. Тема, связанная с профессионализмом. Ты, как бизнесмен, естественно, вынужден набирать себе штат. Откуда берутся эти люди? Понятно, что хорошо, что они сами, прежде всего, профессионалы, что они вот так коммуникабельны, что они открыты, что они улыбчивы, что они умеют и хотят разговаривать. Это тоже не так часто встречается. Где ты их берешь? Ты их сам выращиваешь? Или, может быть, да, ну, у тебя есть какая-то школа. Да, мы, как мама, папа и Оля, знаете, там раздаемся пилюли радости. Нет, конечно, не так. Действительно, у нас есть в компании отдел персонала, и у него есть, соответственно, учебный центр, который учат быть позитивным. То есть психолог для этого есть какой-то? Ну, нет, конечно, психолога нет. Хотя, может быть, иногда нам бы этого и хотелось бы, да. Но все дело в том, что, в отличие, кстати, от рынка фитнеса, рынка сотрудников танцевальных школ практически нет. Нет, конечно. Фитнес-тренер — это прежде всего человек, который, ну, я не знаю, более билл игром занимался, да, или акробатикой. Да, у него есть... Совершенно верно. И более того, все спортсмены, которые учатся в институте физкультуры, они так или иначе все равно обязаны проходить, они учат методики тренера, то есть они тренеры. Их учат, как научить. У танцоров такого нет. Многие из них очень хорошо танцуют. А научить не могут? Некоторые из них могут научить, некоторые не могут. Но мы все-таки считаем, мы на входе, естественно, отбираем танцоров с определенной квалификацией. То есть совсем новичков у него нет шанса. Квалификацию что подтвердит? Именно его... Дипломы или там призы на соревнования? Совершенно верно, да. Но это там гораздо проще. Все танцоры, которые в нашей стране есть, они имеют стартовые книжки танцора-спортсмена. То есть не надо устраивать какой-то там показатель выступления? Нет, не требуется. Достаточно посмотреть его книжку и определенные... Вот. А дальше уже начинаются наши тренинговые программы, которые как раз делают из просто танцора человека, способного научить танцам другого. Человек, который может грамотно предлагать свои услуги, не будут, не выглядят навязчиво, но в то же время... Что важно, что важно. В то же время подвести человека к необходимости заниматься дополнительно или рассказать про какие-то возможности, которые дает клуб о поездках на конкурсы или об участии на мероприятиях здесь. Это мы учим внутри компании, действительно, и я могу... Ну это опять такой ноу-хау получается, потому что я вот сейчас пытаюсь даже определение найти, вот как назвать этого человека, профессионалом в чем? Профессионал в продаже, а преподаватель. Нет, это я считаю, что это преподаватель. Преподаватель. Да, это преподаватель. Мы категорически против слова педагог, в отличие от некоторых танцевальных школ, которые у нас опытные педагоги, потому что педагог совершенно другое. Мы не воспитываем своих клиентов ни в коем случае. Вот. А наши преподаватели, это те люди, которые, безусловно, гораздо выше танцевальным уровнем, чем те, кто к нам приходит, и люди, которые, задача которых сделать так, чтобы человека научить танцевать и улучшить его настроение. Вот я опять, я понял, спасибо, Леша, извини. Я опять, так сказать, подумал о некой параллели с фитнес-центром, да, с какой-то вот, с этой точки зрения. Покупая карточку фитнес-цены, становясь клиентом фитнес-цены, у тебя есть возможность проконсультироваться с врачом, проконсультироваться с тренером, который посмотрит на тебя, так, да, поворачивает тебя со всех сторон и скажет, ну, давай вот так, тебе нужно вот этим заняться, вот этим, вот этим, вот этим. Я так понимаю, что клиент, который приходит к вам, он не попадает вот в такие профессиональные руки? Он не попадает, он попадает, он не попадает в руки врача. Да. Вот, и мы об этом говорим в самом начале, даже в договоре, что занятие танцами на это риск человека, то есть он сам определяет или консультироваться со своим... Как считаешь, стоило бы попасть ему сначала в руки врача, или, может быть, тогда он самостоятельно... Вы знаете, в чем дело? Танцы все-таки это не такая нагрузка, и у нас нет весов, которые можно, начав поднимать, сильно ухудшить свое здоровье. То есть танцы все-таки не относятся к таким экстремальным видам, особенно в тех объемах, которыми у нас занимаются члены клуба. Безусловно, если кто-то начинает заниматься танцами профессионально по 6 часов в день, то, как правило, наши преподатели рекомендуют обратиться к врачу, если вдруг исследование какое-то провести, насколько это полезно. А в режиме, скажем, вот таких занятий для себя или в режиме занятий социал-танцем помощь врача не требуется. Ну, слава богу, да. Но, тем не менее, нужна помощь специалиста. Вот я пришел, и мне... Да, для этого, безусловно, в каждом клубе есть опытные сотрудники, которые работают... У нас есть преподаватели, которые работают 9-10 лет, 8 лет. То есть у них глаз наметан, да? Глаз наметан, да. Более того, мы всегда исходим из потребностей наших гостей, что они хотят, какие цели они ставят. И отсюда определяем программу обучения и направление танца, и музыку, и групповое занятие, или индивидуальное. То есть в данном случае мы все-таки ориентируемся на это. И у нас есть специальные менеджеры, которые занимаются определенными направлениями танца. Есть вот очень талантливый наш менеджер Софья Зиминская, которая развивает аргентинский танк как раз в клубах. Она может дать любую консультацию по аргентинскому танку. Именно она приглашает лучших преподавателей. Есть Михаил Спарыхин, директор программ, который определяет, кто из иностранных мастеров приезжает в клубы работать. Есть другие эксперты. Иностранцев вы тоже приглашаете, да, как мастер-класс? Обязательно. И есть эксперты Юлия Перфилева и Карина Калинчева, в прошлом чемпионы страны, которые могут дать квалифицированную... Я понял. Сейчас мы еще раз слушаем новости на Финам ФМ и потом продолжим. Продолжаем наш разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы говорим о танцах. Ну, позволите, я опять напомню. Пятница, вечер. Пора думать уже о счастливых выходных. И почему бы действительно не потанцевать в ближайшие несколько дней. Как это сделать, мы сегодня рассказываем. Мы беседуем об этом с моим гостем. Это Алексей Миндель, совладелец и генеральный директор танцевальных клубов «Гала Дэнс». Вице-президент Национальной ассоциации клубов, школ и студий танца. Выбор огромный. Рынок у нас все-таки сформировался уже, как выяснилось. Выбор есть, куда обратиться, зачем обратиться. Собственно, о жанрах мы тоже говорим сегодня с Лешей. Они разнообразны. Некоторое время назад мы вспоминали о нашем счастливом детстве. А как сейчас обстоит дело у наших детей уже? То есть они могут научиться танцам? Каким танцам они могут научиться? Безусловно, наши дети – наше все, и для них тоже есть масса вариантов. Есть танцевально-спортивные школы, где детей готовят с перспективой выступлений на конкурсах. Есть множество школ по современным танцам, которые, может быть, уже рассчитаны на более взрослый, тинейджерский возраст. Это от какого возраста где-то? Ну, это, наверное, 10-11, хотя они и более младшие группы имеют. Это школа современного танца, там, Todes, Model 357, такие достаточно известные, которые тоже давно очень работают. Ну и, кроме того, сейчас вот новые ниши, наверное, это те школы, те клубы танцевальные, которые в основном рассчитаны на взрослых. Но, тем не менее, мы тоже имеем детские группы, и вот учитывая, что у нас сеть, у нас есть один клуб на Мичуринском проспекте, который в основном заполнен детьми. А почему так? А он находится прямо внутри, можно сказать, жилого массива, и поэтому, конечно, удобно очень детей туда приводить. И там огромное количество детей занимается. Мы не готовим их выступления на конкурсе, хотя кто хочет, мы рекомендуем какие-то танцевальные школы, потому что все-таки для нас важнее, чтобы ребенок получал удовольствие, мы проводим для них детские баллы, они также готовят показательные выступления, но мы не проводим никаких конкурсов, чтобы тех, кому это не нужно... Не напрягать просто, да, потому что конкурс для ребенка, тем более, это всегда... Да. Сегодня контрольное, все, и сразу вот зажим пошел. Именно так, да. Кстати, вот ты сейчас рассказываешь о том, что вот этот случай на Мичуринском, это внутри жилого массива. Ну, опять вернемся, да, к некому бизнес-взгляду на эти вещи. Вот, понятно, что необходимо помещение, да, профессионально оборудованное, это уже дело второе. Как правило, на чем основан выбор этого помещения? Ну, понятно, что предложение есть на рынке, да, и наверняка ключевое будет это его стоимость. Стоимость аренды. Аренды, конечно. Но, с другой стороны, да, мы рассчитываем на какую-то определенную конъюнктуру с точки зрения клиентуры. И спальный район, это одна клиентура, наверное, центр Москвы, это другая клиентура. А может быть, и то, и другое связано с тем, что сюда проще доехать. Совершенно верно. Для нас при выборе помещения основным является стоимость аренды, безусловно, и легкость, доступность транспортных путей. То есть, вот это два определяющих момента. Два определяющих момента, да. У нас получилось так, что самый центральный наш клуб в Смоленском пассаже находится на Садовом кольце, единственный. Все остальные находятся в районе Третьего кольца. В Смоленский пассаж, это круто. Да, но мы вот удачно, знаете, время, сначала ты работаешь на бренд, потом бренд работает на тебя. Это вот как раз тот случай, когда собственники Смоленского пассажа нас пригласили, и, в общем-то, мы смогли договориться по аренде. Находимся там прям совсем рядом с World Class. А, кстати, интересы не пересекаются, но в хорошем смысле. Нет, 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 потому что вот, когда мы говорим с вами, почему я спросил вас про то, как вы себе представили танцевальную школу, потому что многие все-таки представляют, что это такое достаточно интимное освещение какое-то, да. Да, спортклуб — это другое, поэтому те, кто занимается танцами в спортклубе, скорее всего, делают это именно для, как альтернативы аэробной нагрузки. Те же, кто хочет получить именно удовольствие от танца, от эстетики танца, от общения, они все-таки предпочитают именно танцевальный клуб, потому что это и люди вокруг в танцевальных костюмах, платьях, рубашках, брюках, а не в спортивных штанах и кроссовках. — То есть опять эстетическая составляющая, вот она на первом месте. — Да, и здесь опять все дело в предпочтениях и в тех целях, которые ставит перед собой человек. — Леша, есть страшный вопрос у меня. Я сижу и мучаюсь его задавать, не задавать. — Не мучайтесь задавать. — Ну, это, конечно, шутка, но тем не менее. Учитывая, видимо, некую демографическую проблему России, ну и, может, какие-то другие проблемы, действительно нехватка мужской составляющей в танцевальной школе. — Да, я сейчас должен встать и сказать, да, да, это так. Вот. Да, действительно, не секрет, что все-таки большая часть членов наших клубов — это дамы, и это касается не только галлодэнс, это касается любой танцевальной школы. — Нет, нет, в целом говорим. — Хотя, вы знаете, есть в Петербурге у наших друзей танцевальная школа. Они причем сделали прямо у себя в квартире, она маленькая, но очень популярная, Ольга Александровна Зинкевич ее основали, и они просто не берут заниматься, если ты пришел без пары. — Ну, то есть, если девочка пришла без мальчика, так получается? — Да, да, тетенька без дяденьки, скажем так, если... — Ну, если взрослый. — Да, без женщины, да, мужчины без женщины. То есть, у них набор идет в группы только парами, и вот там вперед на три месяца запись, и, в общем-то... Вот у них такая концепция, чтобы это был именно такой вот клуб, чтобы все были парами. У нас действительно есть, безусловно, большая доля клиентов наших — это дамы, но с радостью, мы вот с Ольгой уже несколько раз это отмечали и в интервью, и между собой радовались, что все больше и больше приходят мужчин. И, скажем, если взять выходные дни, то групповые уроки практически 70% посетителей приходят с партнерами. — Ну, то есть, проблема эта и есть, она очевидна. — Она, безусловно. — Так вот она, в чем она? Ну, и, я так понимаю, это, наверное, многократные такие, да, многосторонние проблемы. Но, тем не менее, это связано с демографией, или это связано все-таки с мужским восприятием вот подобной услуги? Ну, дяденька, он скажет, пойду-ка я лучше покачаюсь, чем я вот пойду запишусь на танцы. — Я не смогу вам сказать, что здесь демография, вот так глубоко мы не копали, вот, но ваш подход, что я лучше пойду покачаюсь, это действительно так. — Побегаю, поплаваю, да? — Позанимаюсь спортом, да, хотя те, кто действительно качается и занимается своим телом, знают, что занятия танцами, они как раз позволяют мышцы сделать более эластичными. И есть другой совершенно, знаете, бонус, который невозможно переоценить — это внимание к своей супруге или к своей подруге. Потому что, конечно, дамы, которые приходят на занятия своими молодыми людьми или мужьями, у них столько счастья в глазах, что это, ну, понимаете, да, что... — Ну, то есть, под присмотром он. — Я думаю, что здесь дело не под присмотром, а, мне кажется, те пары, и у нас такие пары есть, которые после работы встречаются в клубе, выпивают кофе, идут на урок и потом вместе едут домой или ужинать, они, конечно, это, знаете, такое обновление, может быть, каких-то даже отношений и чувств. — Не, ну, это здорово, конечно. То есть, чем больше точек соприкосновения, если уж мы говорим о каких-то, да... — У нас есть замечательная семья Игнатьева, кстати, муж, правда, не занимается танцами, иногда он очень много работает, но в то же время он всегда поддерживает свою супругу Татьяну на всех мероприятиях, на всех ее выступлениях, в поездках за границу он болеет, она выступает преподавателем с профессиональным танцором, он за них болеет, поддерживает и так далее. То есть, здесь такое тоже есть. — Это важно, мне кажется, действительно, вот мы все говорили о неком бизнесе, о некой даже эстетической составляющей, а вот проблема коммуникации, да, в данной ситуации она тоже, наверное, могла бы быть решена. — Ну, и никто не отменял, что танцевальный клуб — это место, где можно теоретически встретить и свою половину, и свою судьбу. — Это здорово. Хорошо, Леша, значит, не так много времени, к сожалению, осталось, у меня к тебе будет просьба, ну, что называется, в заключении рассказать о неких, на твой взгляд, перспективах развития, да, этого бизнеса у нас в России, насколько с оптимизмом ты смотришь в будущее? — Мы смотрим с оптимизмом, более того, нам очень приятно, что и наши клубы растут, мы недавно открыли клуб в Челябинске, через неделю ровно открывается наш первый зарубежный клуб в Алма-Ате. — Вот, ты сегодня собрался, кстати, да? — Да, я сегодня туда еду знакомиться с сотрудниками, а через неделю мы летим большой командой на открытие. Я думаю, что и другие танцевальные школы будут открываться, и... — То есть, в целом, да, это будет востребовано как-то, потому что, опять, давай вспомним, вот, ну, я уж не говорю о том, что у нас сейчас зима на носу, опять все пасмурно, все настроение плохое, еще мы живем в неком таком вечно кризисном каком-то, да, ощущении, что вот все будет плохо, какие танцы, о чем вы говорите? — Вы знаете, как говорят современные психологи, три основных дефицита современного человека, время общения и эмоции, вот, я считаю, что нет лучшего рецепта, чем посещение танцевального клуба. Особенно хорошего танцевального клуба, где сотрудники клуба четко понимают, что на время, пока ты находишься в клубе, как клиент, их основная задача сделать, подарить тебе много положительных эмоций, сэкономить твое время, чтобы ты не тратил его на ненужные вещи, и с тобой общались, и ты встретил единомышленников. — То есть все три задачи решаются, да? — Все три задачи решаются, в наших клубах 100%, я надеюсь, что и наши коллеги, которые так или иначе хотят развиваться, все равно к этому придут и будут тоже этому соответствовать. — Как, кстати, коллег, да, ну вот понятно, о ком мы говорим, как их подстегнуть, потому что они все-таки смотрели на это с профессиональной точки зрения? — Их не надо подстегивать, все видят, как развивается компания, все хотят тоже успеха, и поэтому так или иначе все равно. И мы чему-то учимся у наших коллег на Западе, как-то мы обсуждаем. Для этого существует ассоциация, где совершенно на свободной основе мы готовы делиться знаниями и опытом для того, чтобы для клиентов потенциальных рынок танцевальных школ и танцевальный бизнес был понятен и приятен, так же, как сейчас, например, рынок фитнес-клуба. — Согласен. Спасибо, Илюш, огромное. — Уважаемые слушатели, я напоминаю, сегодня в гостях был Алексей Миндель, совладелец и генеральный директор танцевальных клубов «Галла Дэнс», вице-президент национальной социации клубов, школ и студий танца. Огромное спасибо, Леша. — Спасибо. — Вам, уважаемые слушатели, спасибо за ваше внимание, за то, что вы проявили интерес к нашему сегодняшнему разговору, ну и традиционно я желаю вам всего самого хорошего. Танцуйте, радуйтесь жизни. В конце концов, это приятно. Успехов в бизнесе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok